Потеснили курортников в акватории пляжа Маяк, сочинские спортсмены, ветераны плавания, городские чиновники, да и просто местные любители водного отдыха. Первыми показательные заплывы устроили воспитанники детско-юношеских спортшкол. От буны до буны ребята плыли брасом, кролем, бутерфляем, на спине и вольным стилем. Юных пловцов в городе все больше, отмечают тренеры, но задача организаторов – привлечь к здоровому образу жизни еще больше горожан и развивать массовые виды спорта. Что касается директоров спортивных учреждений, то мы считаем, что это просто обязательно. Любой директор, он должен своим примером показывать, что он спортсмен. Какой же он директор спортивного учреждения, если он не может просто прийти сегодня и хотя бы финишировать, не знаю, в двадцатке, наверное. Это обязательно. Именно этот город, именно здесь, именно в Сочи, День пловца, он максимально актуален. И обещаю, что каждый год этот праздник будет в городе Сочи проходить. Своё мастерство вместе с директорами спортшкол и их воспитанниками продемонстрировали ветераны плавания и сотрудники мэрии, многие из которых здесь оказались впервые и, как оказалось, благодаря хартии Сочи – город без табака. Распрощавшись с вредными привычками, чиновники стали более спортивными, отмечают в Департаменте физической культуры администрации города. Победителей сегодня было много. Для каждого подготовили кубки и медали. А вот в так называемом ВИП-заплыве первое место занял директор Департамента транспорта и связи, а по совместительству – руководитель Федерации плавания города Сочи. Вот сейчас показал, что тоже могу немножко что-то ещё в своём возрасте сделать. А мы выиграли заплыв, и так и должно быть. И скажу, это огромный праздник, огромное удовольствие. Ну и чем можем, показываем пример нашей молодёжи. Потому что молодёжь должна заниматься спортом. Молодёжь должна понимать, что в спорте она может добиться успеха, результатов, быть первыми. Многие любители водного отдыха, которым сегодня посчастливилось попробовать свои силы и проплыть вместе с профессионалами, решили записаться в бассейны и спортивные секции. И это тот самый ожидаемый результат.